господа ровно два месяца назад я обещал вам что через месяц мы покажем первый рабочий образец нашего нового масла что же время летит незаметно и пришло время сегодня рассказать вам о том с чего мы все-таки начали свои изыскания а начали мы их очень простой вещь мы попытались понять что же будет если это самое масло из этого самого двигателя исключить сегодняшнее видео начинается прям офигеть как необычно начинается она вот с этого самого блин затрапезного автомобиля 93 года выпуска как же тут все закржавела старый добрый проверенный 18 моно впрысковой на 90 лошадиных сил зачем мы взяли именно это и посмотрите сколько здесь всего у нас дополнительно на колхожем помимо того что это просто мотор который очень долго и раньше ездил и по моему не капиталился ни разу до сих пор так он присутствует состоянии каком-то там состоянии сюда залито какое-то масло мы его не рекламируем 5 на 50 суть не в этом в этом моторе сейчас присутствует куча датчиков мы имеем возможность с этого самого двигателя снимать в онлайне показания температуры подшипника коленчатого вала температуры масло которое сливается в поддон забортную температуру давление масла не штатными приборами двигателя а приборами которые уже сюда внедрены нами дополнительно вернее не нами а компании в м по авто ведь именно этому автомобилю посчастливилось умереть в бою он будет испытывать на себе то масло которое мы решили собственно для вас изобрести софтина датчики компьютер вся эта компоновка она придумывалась в то время за которое я с последнего видео вам сказал что через месяц у нас будет уже готовое новое масло но к сожалению кроме меня об этом в тот момент никто не знал поэтому люди заперлись лаборатории к сожалению их с того времени ни разу из нее не выпускали поэтому выглядит это все немножечко может быть хаотично но людям действительно хотелось жить есть увидеть может быть любимых женщин таким образом вчера вечером все таки они ушли домой а мы теперь имеем возможность все это вам показать вообще девочка да смотри смотри нулящий пока что просто ждем пока разогреется у нас уже хорошо видно что у нас температура масла коренного подшипника она 53 градуса температура самого подшипника она уже 54 почти а маслицы видите отстает она 49 потому что меряется температура масла которая уже слита в поддон но и давляк масло в моторе просто отличным 2 килограмма спокойно давит практически на холостых в 840 но он уже на самом деле и стабилизирует холостые вас она они чуть выше нормы плюс ко всему мы решили показать вам немножечко бытовую ситуацию вы едете по трассе и из двигателя стремительно уходит масло допустим пробит поддон картера именно поэтому мы берем поднимаем автомобиль на подъемники не глуша мотор все операции делаются строго на заведенном двигателе открывая масляную пробку и сливаем масло все давай шараш вово самое интересное звук поменяется интересного мотора что детишки интересно мне тоже при этом давление масла пока даже не падает смотри масло льется с поддона давляк как килограмм был так и остается собственно все масло кончилось а реально целый килограмм смотрите по датчику набивает тупо воздухом насос так давайте сейчас газонем без масла о давляк загорелся отлично отлично то что надо звук при этом вообще человеческий кстати да но гидрики застучали ну это знаешь да по клещи же стучат и с маслом это вообще идеал считай при этом температура масла в поддоне но или воздуха в поддоне 91 и коренной подшипник 95 вообще не критично вот это хорошо вот это гидрики пошли давляк упал до полкило подшипник 96 пока что все спокойно но звук будоражит вообще вот этот звук уже прямо а теоретически в данной ситуации мотор оставшись без масла без нужного заправочного объема должен был неминуемо заклинить но в наших условиях двигатель работал целый час на оборотах чуть выше холостых и с ним ничего не происходило температура в районе коленчатого вала не повышалась выше нормы температура в поддоне также не повышалась выше нормы звук конечно был страшный но тем не менее не было ощущения что он сейчас бах ну короче фишка в том что уже час лампочка конкретно залюбилась мигать зуммер залюбился уже пищать мы залюбились смотреть у нас там все в порядке температура колена не растет мотор не перегревается вентилятор постоянно не молотит но мотор конечно громко работает но фактически из за того что у нас нет масла никаких вот здесь признаков жести не происходит час мы здесь стоим уже устали все в действительности оказывается что из всего заправочного объема масла там в 4 литра во всем этом двигатель для его стабильной работы для сохранения масляной пленки хотя бы там в 0 1 микрон что в принципе сравнимо с погрешностью шероховатости самой поверхности то есть масла там пленки практически не оставалось тем не менее этого было достаточно для того чтобы он продолжал работать чтобы температура не выходила за критические значения чтобы трение все-таки оставалось в допусках поскольку этого все равно мало мы решили что на машине нужно поездить и мы поехали кататься у нас сожалению будет вот такой звук постоянно идти ну потому что сами понимаете ситуация у нас небольшая случилась мотором масло кончилось а у нас нами есть еще человек сани а 101 градусов а наконец-то мы хотя бы за сотку закипятили колено мы едем 60 километров в час это четвертая передача и 2000 оборотов все городской режим да даже если по трассе вы можете ехать 60 на 4 передачи в принципе все вам больше ничего не надо вы можете перемещаться на любые расстояния таким образом за бортом у нас минус один градус давление масло 0 1 килограмма и все и мы на позитиве а где мои разорванные двигатели где колено на асфальте где шок где беготня с камерой а мой двигатель сломался почему этого нету смотри мы перестали ехать у нас падает 97 сразу 98 96 95 вообще то есть он охлаждается вообще моментально смотри нет нагрузки нет температуры 93 ничего себе реально колено охлаждается значит если мы сломаемся мы должны обязательно сломаться вот сейчас посреди оживленного перекрестка на трамвайных путях на повороте налево да нельзя должно заклинить коробку и заклинить мотор чтобы только эвакуатор все я побегу за фронтериком просто и волосы назад слушай а мы вообще ездим в нормальном городском режиме да кстати тогда я даже не слышу гидрика не ну все таки вверха тоцокают дело вообще не во всем этом дело в простой физике и механике слушайте мою историю детишки много существует так называемых шоу тестов надпись на видео двигатель работает без масла масло не нужно нет масла и так далее это все можно часто увидеть в интернете если прямо сейчас это окно не берете все это будет как это делается главная фишка в том что из мотора максимально убрано трение делается это следующим образом мотор разбирается и выполироваются вкладыши идеально выполировается колено выполироваются стенки цилиндра убирается заводской хон двигатель внутри блестит как зеркало он идеально гладкий тем самым нивелируются потери на трение при этом получается что двигатель работает на холостых он работает с виду он как обыкновенный и он реально не клинит у него температура не ползет вверх использовать такой двигатель в серийном производстве нельзя потому что он реально жрет масло потому что ввиду отсутствия заводского хона масло плохо снимается колечками и так далее возникает ряд проблем он остается недолговечен плюс ко всему этому возле мотора обычно дежурит человек потому что у этого мотора для наглядности не снят поддон в связи с этим туда засыпается песок от ветра просто от чего угодно плинки так или иначе просто витают в воздухе и у него всегда с собой стакан масла и периодически он этот стакан масла прямо на работающем двигателе вот когда все отвернулись там нужно минута он берет этот стакан масла в маслозаборник его на работающем двигателе подставляет двигатель тут же все это через себя протянул там вот температура колена со 100 до 80 падает молниеносно этого стакана хватает поскольку миска с маслом обычно под мотором всегда уже стоит обратите внимание на все эти шоу тесты масло сплюнулось и человек дальше вот так вот с руками за спиной стоит типа насвистывать ничего не было хотя фактически он только что придал двигателю импульс на еще два два с половиной часа без заботной работы потому что частичка масла уже везде проскочила хоть какой-то остаток пленки досохранился не давайте себя обмануть злоумышленники кругом но даже после наших заездов двигатель все равно продолжал работать да у него немножечко масло вылетает из захлопной трубы но это было и до того как мы слили масло то есть все равно выясняется что весь заправочный объем масляной системы нужен не для того чтобы пленка сохранялась нужной толщины а по сути для того чтобы в этот объем хорошо попадала стружка чтобы этот объем хорошо отводил тепло но в реальности для смазки двигателя требуется ну примерно стакан масла может быть даже чуть-чуть меньше главное чтобы самая тончайшая хоть какая-нибудь пленочка все-таки сохранялась между парами 3 не богатый но сейчас тупо заливаем новое масло и сразу температура падает просто в хлам масло ж новое оно и прохладненькое само по себе и наконец-то смазка пошла а вот звук от гидриков пока не ушел никуда вот это прикол но все колено просто охладилась в пламу а реально довлеката нет ну-ка лампочка мигает и лампочка мигает до сих пор а мы всю канистру залили нет или сколько да ладно что-то мы не так сделали то есть смотри мы залили в мотор 4 литра масла давление нет покажи сюда лампочка мигает вот вон 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 атака мигает гидрики как стучали так и стучат может прогазоваться пробка воздушная причем мы залили масло а давление не появляется там 4 литра масла датчик погас а давляк поэтому датчику так и не появляется и вот так получается на каждом шагу когда сейчас идет работа в лаборатории по тому чтобы разработать все-таки новое маслице понять какие перед нами стоят основные проблемы какие узлы мотора в основном нагружены мы сталкиваемся с тем что когда человек ищет в интернете подробные запросы масса шарлатанства масса некорректной инфы масса этого вы конечно здесь тоже будете троллить что были какие-то не соблюдены там это старый мотор это там то сё зазоры и так далее он не этот мотор не был подготовлен на самый обычный мотор при этом же подвергаются дичайшему износу кольца и стенки цилиндров потому что там смазка реально полностью отсутствует и какое-то время маслица еще есть но естественно эта пленка не вечная она просто сгорит от температуры потому что температуру никто не отменял и температура взрыва никуда не ушла и начнется дикий износ но если вы вдруг я не знаю в минус 30 пробили поддон никого рядом нет и вы чувствуете что вот или медведь поезд или до города 20 километров дотянуть я бы рискнул без масла взять и тянуть держите обороты до 2000 не давите педаль полностью в пол едьте максимально аккуратно в натяг но шанс доехать но я не знаю процентов 90 мы собственно далее удаляемся в лабораторию об этом вы увидите уже в следующих сериях мы вам расскажем из чего состоит масло и как вообще заключается вот эта вот тема тема придумать свое масло на самом деле очень простая все давно придумано главное это вписаться в нужный бюджет а вам всем побольше терпения удачи в новом году и пока